Казахстан В короткий срок по всей стране было распахано около 42 миллионов гектаров нетронутых земель, в том числе 25 миллионов гектаров в Казахстане. Сколыхнула Целина и Щербактинский район, где от колышка и палаток выросло крупнейшее село Хмельницкое. Историю целиной эпопеи села нам поведала Нина Карловна Бородкина, приехавшая в село Хмельницкое молодой девчонкой в 1974 году из небольшого поселка Ленский Алтайского края. Мама, она была репрессированная, она была дочка Кулака, вот, я из семейства репрессированных, вот, мама отбывала ссылку три года в Каргасоке, Томской области, вместе с родителями. Ну, время такое было. По линии отца тоже депортированные были немцы, сюда их в наше село прислали, вот, бабушка моя, семеро ребятишек, дедушку забрали в трудармию в город Ивдель, Свердловской области, вот. И там уже до такого состояния он на каменолом не работал, что стал уже никудышный, и его домой отправили. И мой дядя, ему 14 лет было, он поехал его встречать на лошади в Славгород, это 90 километров, вот. И обратно вез, и лошадь сдохла, и дедушка умер. И его там схоронили в том поселке, возле которого он умер. Ну, даже не на чем было привезти. А дядю посадили за вредительство. На таких рассказах и выросла Нина Карловна. Вспоминает, как в их доме часто собирались родственники, устраивали посиделки, а они малышами спрячутся на печи и слушают разговоры взрослых. Эти воспоминания до сих пор теплят ее душу. Приходили по очереди, то в одну, и то в другую. Вот, а мы слушаем ушки на макушке. Вот, ну, так вот бабушки, ну, эти женщины приходили, они занимались рукоделием. Не просто так. Вязали, пряли, там, вышивали, кто что. Ну, вот отсюда у меня любовь к народному творчеству. Я с малых лет начала вышивать, вязать, учиться. Пели, наверное, да? Да, пели, да, всегда они пели. Вспоминает наша героиня, как с раннего детства их приучали к труду. И уже лет с шести семи дети помогали взрослым в поле. Давали каждому двору сахарную свеклу по гектару полоть. И всегда я с мамой ходила, помогала полоть сахарную свеклу. А потом убирали мы ее. Все вот это. На покосе, вот, перели там волки, там, если скосят, там, пшеницу, рожь. Переворачивали волки, если дождь пройдет, чтобы не гнило. Вот, носи на косе. И вот это с детства, эта вся работа мне знакома. Я была приучена к этой работе. Окончив школу в родном селе, а после и педагогическое училище, Нина Карловна вышла замуж за парня, который приехал погостить в Алтайский край к дяде из Байнаульского района. Так и оказалась она на казахской земле. В селе Хмельницкой Нина Карловна активно занималась общественной работой. Ее профессионализм, активность и желание сделать жизнь на селе лучше и привлекательнее, в особенности для молодежи, были замечены руководством села. Ей предложили возглавить комитет комсомола, который стал стартовой площадкой в трудовом пути. 22-летней Нины. На Алтай приезжали, спрашивают у сына, Юра, кем твоя мама работает? Комсомолкой. Работа была очень интересная, бурная. Мы собрания комсомольские проводили, заседание комитета комсомола. Комсомольско-молодежную звено я создала в полеводстве. Я им пошила одинаковую форму одежды. Комбайны хорошие выдали, трактора. И они так хорошо работали, что даже не помню в каком году, они заняли по республике второе место. И в обкоме комсомола им вручали награды. И когда их объявили, они идут по залу все рослые, здоровые. И весь зал встал от восторга. В какой бы сфере ни работала Нина Карловна в комсомольской организации, директором Дома культуры, директором школы и даже Акимом села, всегда большое внимание уделяла первоцелинникам. Тем, кто стоял у истока в становлении села Хмельницкое. Тем, кто в годы юности покинул родительские дома, чтобы внести свой вклад в освоение целинных земель Казахстану. Я сразу с целинниками, где бы я ни работала, я занималась этой работой, с целинниками, с ветеранами войны, воспоминания всех записывала. И поэтому я кое-что знаю. И в Инстаграм выставляю каждый год, я в Инстаграм выставляю. И про этих, про целинников, и про тружеников тыла, и про ветеранов. Мне это нравится. Я считаю, что нельзя забывать этого. На протяжении жизни наша героиня собрала много исторических документов о целине именно в селе Хмельницкое. Воспоминания непосредственно свидетели тех событий. И к 70-летию освоения Целины и 70-летию села Хмельницкое планируют выпустить книгу. Она с удовольствием поделилась с нашими телезрителями некоторыми воспоминаниями. Интересный рассказ. Я записала от Валентины Николаевны Бабичевой. Она приехала в июне 55-го года. Там уже жили в землянке. Шесть семей жили в землянке. Как родные все были. Никто не ругался. У всех ребятишки. И она посчитала, что уже 31 ребенок, а школы нет. И решили сами родители построить школу. И они на озере в Моролдах заготавливали камыш, саман и сделали школу. И 1 сентября 1955 года школа распахнула свои двери. И Валентина Николаевна Бабичева, она по праву считается первым директором нашей школы. Село росло и развивалось благодаря энтузиастам, приехавшим на освоение целинных и залежных земель. Кто по комсомольской путевке, кто по личной инициативе. Или, как говорят, по зову сердца. Здесь ничего не было. Голая степь. Ничего не было. Но работать надо было. Прислали 17 демобилизованных воинов. Вот эти воины, им досталось на их долю расчищать снег и ставить палатки. И первое время жили в палатках. Все жили в палатках. Потом уже вагончики притащили. Стали, говорите, жилые вагончики. И вот в 54-55 год жили в палатках, в вагончиках. Ну, уже в 55-м начали строить жилье. Вот эти щитосборные дома стали поступать финские. Я, кстати, живу в самом первом щитосборном доме, который на Целине построили. У меня дом исторический. Выйдя на заслуженный отдых, Нина Карловна не оставляет общественную работу, возглавляя сельский совет ветеранов, выступая в хоре и принимая активное участие в жизни родного села. 15 лет проработала директором дома культуры. Позже ее сменил на этом посту муж. А теперь сын успешно продолжает дело родителей. Вместе с супругом Юрием Николаевичем воспитали троих сыновей. И вот уже 50 лет семья Бородкиных проживает в селе Хмельницкое, служая ему верой и правдой. Это моя родина. Я очень люблю Казахстан, народ казахский. Они гостеприимные. Но когда я сюда приехала, здесь мало было. Казахов мало проживало. Но мы с ними вот как родные. Вот сейчас они уже тоже в моем возрасте и постарше. Мы всегда обнимаемся, когда увидимся. В свободное время любит наша героиня вязать. Участвует в различных выставках и смотрах. Продолжает Нина Карловна и участие в художественной самодеятельности Чербактинского района, выступая в составе вокальной женской группы «Ивушка», которую организовала в 1981 году, а также в вокальной группе «Золотой возраст», организованной в райцентре. «Деревня моя, деревянная дальняя, Гляжу на тебя я, Прикрывшись рукой, Ты в легком платочке Июньского облака В веснушках черемух Стоишь над рекой». Убой. 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 Продолжение следует...